амстердамска это непосредственно сама себе чего телефон живой штатив нет но лицом прям друзья всем большой привет сегодня мы будем сеять морковь и расскажем вам главные секреты как вырастить ее ровной не мохнатой крупной как ее режу прореживать или вообще не прореживать и как подготовить почву под посев моркови все посеве морковь в этом ролике поехали когда сеть морковь есть два основных срока посева для раннего летнего потребления чтобы например готовить свои заготовки со своей собственной морковью подойдут самые ранние сроки посева как только протаяла почва среднесуточная температура стала выше плюс пяти семи градусов можно отправляться сеять морковь одной из первых культур она не боится заморозков это достаточно халдостойкая культура для раннего посева подойдут ранние сорта например такие как амстердамска и все относящиеся ко сорта типам амстердамска мармеладница девочка припевочкой разные другие мы сегодня будем сеять именно раннюю морковь сорта типа амстердамска для позднего посева больше подойдут сорта типами моркови берликум нанское шантане те которые мы будем уже использовать для закладки на хранение Тогда морковь лучше сеять примерно после 10 июня У моркови в среднем сроке созревания у среднеспелых и познеспелых сортов Около 110-120 дней Если вы ее посеете в середине июня То к середине сентября она у вас будет в идеальной фазе для начала ее уборки и закладки на хранение Если вы хотите, чтобы на вашей моркови не было луковой мухи Не было других разных вредителей, не было никаких заболеваний Сейте ее в поздние сроки, когда лед морковной мухи уже закончился Как готовим почву под посев моркови Здесь есть один простой вывод Двух лет выращивания моркови в высоких грядках Вот у нас рядом высокие грядки А ты можешь повернуться, раз ты штативом работаешь теперь У нас тут рядом высокие грядки Мы сеяли в прошлом году морковь в высокие грядки Это оказалось очень и очень неудобно Потому что копать ее неудобно, ухаживать за ней неудобно Грядки начинают ломаться Плюс перекопать достаточно глубоко не получается Потому что ограничивает высота самой грядки Копать в них тоже не комфортно И поэтому морковь мы будем сеять прямо в землю У нас здесь есть место, которое будет использоваться как раз под выращивание моркови После чего сеять морковь, какое место выбрать? Морковь хорошо выращивать после капусты Под которую были внесены органические удобрения Это наш вариант Морковь можно сеять после огурцов Под которые были внесены органические удобрения Можно сеять после капусты Можно сеять после лука Нежелательно выращивать после других растений из семейства сельдерейные После укропа, после сельдерея, после петрушки и после других зеленых культур А также не рекомендуется выращивать после астровов Если, например, у вас цветы тоже расположены в огороде А так, в целом, это достаточно нетребовательная культура Хотя сама по себе она выносит много питания из почвы Почва же готовится самым элементарным методом Мы пойдем готовить почву, а вы пойдете с нами Морковь не любит избытка азота Когда его будет слишком много, морковь будет расти волосатой Всякой разной кривой, а нам такое не надо Чтобы морковь не росла волосатой, не вносите под нее свежие органические удобрения Если почва очень бедная, тогда можете весной перекопать вместе с перегревшим перегноем Но свежий навоз никогда не вносится Морковь растет кривая, если она растет в тяжелой почве И если она недостаточно перекопана Поэтому под посев моркови, если у вас тяжелый грунт, как в нашем случае Желательно внести песок и перекопать по возможности глубоко, ровно настолько, насколько у вас это получится Песок, у нас тут будет два ведра на грядку И копаем, а копаем довольно глубоко Червяк опять Червяк А теперь моя самая любимая часть При посеве моркови, как при посеве любых других мелкосемянных культур Есть одно супер важное мероприятие, которое многие забывают Это выравнивание поверхности грядки Реквизит Ай, почти Берем реквизит, верным граблями делать это удобнее всего И выравниваем грядку до состояния идеально ровной Для того, чтобы потом в последующем мы заделали семена на одну глубину Это важно, это нужно И я всех призываю вас это делать Музыка Меняем реквизит Грабли меняем на плоскорез и размечаем рядки Рядки в данный момент мы размечаем на глубину примерно 4-5 сантиметров Это очень глубоко, но в этом есть смысл Чуть позже я вам покажу зачем Размечаем рядки и пока больше ничего не делаем Обращайте внимание, что крайний рядок должен находиться на расстоянии от края грядки В самом крае грядки мы рядок никогда не располагаем Потому что, во-первых, мы будем здесь проходить Мы будем здесь пропалывать и эту часть грядки мы будем притаптывать Уплотняя здесь почву Нам необходимо расположить ее на расстоянии Ну, хотя бы сантиметров 8, а лучше 10 от края грядки Поэтому размечаем примерно где-то вот здесь Следующий рядок при посеве моркови Лучше размечать на расстоянии не менее где-то 7-8 сантиметров от предыдущего Чтобы было удобнее пропалывать Удобнее рыхлить и обносить при необходимости удобрения Следующий рядок у нас будет приблизительно вот здесь И чтобы морковь была еще крупная Следующий здесь и вот здесь Всего у нас получится здесь 4 рядка Размечаем на всю длину Редактор субтитров А.Семкин Морковь очень не любит сухую почву И поэтому посев мы производим во влажную почву Чтобы лишнего не поливать Лучше пролить сначала перед посевом сами рядки Для этого берем лейку без рассеивателя И проливаем прям большим объемом все рядки Удобно как поливать Можно просто сначала лить Да Так чем удобрить почву при посеве моркови Морковь не любит избытка азота Но при этом очень любят доступный фосфор и калий Где его можно добыть? Фосфор и калий можно добыть из органических удобрений Можно добыть из минеральных удобрений Если мы добываем из органических Тогда по-любому нам понадобится вносить еще и бактерии Которые будут разлагать эту органику И высвобождать фосфор и калий Так как фосфор является труднодоступным Фосфор из удобрений можно достать в костной муке, можно достать в рыбной муке. Калий можно достать в золе, но золу необходимо будет предварительно погасить, либо взять старую золу, которая у вас пролежала на улице уже, ну хотя бы всю зиму, и насыпать это в редки перед посевом. А затем уже после посева, можно прямо в день посева вместе с поливом, можно через несколько дней после посева внести еще плюс фосфатомобилизирующие бактерии. Есть препарат фосфатовид, есть препарат азотофит. Можно использовать и один, и другой. В прошлом году мы съели как раз с помощью костной муки. Можно добыть из более простых, скажем так, мест, можно добыть из минеральных удобрений. Это будет более быстрая подкормка фосфором и калием, но при этом она на все лето послужит удобрением. Так как нам не нужен азот, а нужен быстрый фосфор и калий, самая удобная версия, самый удобный вариант это использовать любые осенние удобрения. В осенних удобрениях всегда либо нет азота, либо очень мало, но при этом много доступного фосфора и калия. Поэтому под морковь берем любое осеннее удобрение, если оно, например, у вас осталось. И лучше всего, эффективнее всего, именно с морковью вносить все локально в рядок при посеве. Поэтому мы сейчас разметили рядки. Мы их пролили водой, хорошенько подготовили под удобрение. А теперь рассыпаем удобрение, небольшое прям совершенно количество. Расход будет приблизительно 20 граммов на 1 квадратный метр грядки. А затем мы еще сделаем прослойку из земли. А сейчас просто рассыпаем удобрение. И теперь делаем прослойку из грунта между семенами и между удобрениями. Для этого присыпаем рядки, которые мы только что сделали, так, чтобы у нас осталась высота рядка около где-то примерно сантиметра 8 миллиметров. И вот в данный момент уже важно хорошо уплотнить почву, чтобы семена легли на плотное посевное ложе, на уплотненную землю. И желательно, чтобы она, конечно, была вся ровная на одной высоте, и чтобы была одна глубина, и семена зашли дружно. Присыпаем и уплотняем. Что делать с семенами? Если вы не уверены в качестве семян, например, если вы купили старые семена, если у вас залежались дома семена, если, например, вы приобрели где-нибудь в каком-нибудь там условно продуктовом супермаркете в белых пакетах ноунейм без надписи, кто их произвел, если вы, например, купили семена, и вам кажется, что они выглядят как-то не так, в общем, если есть к ним вопросы, то их можно дополнительно простимулировать при посеве, или если, например, у вас с года в год не получается морковь. Тогда берем семена, насыпаем их в мешочек тканевый. Извиняюсь. Можно воспользоваться просто обычным кусочком укровного материала. Насыпаем семена в укровной материал, завязываем сверху и замачиваем в теплой воде. Температура около 50 градусов приблизительно. Чтобы сориентироваться, это температура воды, которую рука терпит примерно 5-7 секунд. Замачиваем семена в термосе, закрываем и выдерживаем на протяжении 30 минут. Через 30 минут семена вытаскиваем из термоса, рассыпаем на какой-нибудь бумаге, можно просто на тарелке, просушиваем и приступаем к посеву. Мы же в своих семенах уверены, мы знаем происхождение этих семен, это наши семена, поэтому мы их замачивать не будем, так как они все свежие, они все урожают 2023-2022 года, поэтому они не нуждаются в дополнительной стимулировании, в дополнительной стимуляции. Что сделать, чтобы семена посеять пореже? Потому что с посевом моркови вообще самый важный момент это посеять ее пореже, либо хорошо потом проредить. Иначе она будет вот такая, как мышиные хвостики, тоненькая, длинная, невнятная, непонятная. Так как есть конкуренция за место, конкуренция за размер, видео самого популярного нашего короткого ролика на ютубе будет где-то здесь вырезка. Это как раз мы показывали, как влияет прореживание моркови на ее, собственно, размер. Если расстояние между морковинами будет сантиметров 7, то она у вас будет просто вот такая огроменная. Если она будет у вас посеяна часто, она будет тонюсенькая совершенно. Можно заморочиться и разложить семена по 1-2 вручную. Но хочу обратить внимание, что у моркови по ГОСТу и биологически нет 100% схожесть. У моркови схожесть где-то на уровне 60-70%. Но если вы разложите по одному семечку, то у вас может произойти такая ситуация через 7 см, 7 см, 21 см, 7 см. Поэтому лучше изначально посеять чуть погуще, а потом проредить ее дополнительно. Можно посеять морковь на ленте готовую, можно посеять морковь гранулированную. Но при посеве гранулированной, дрожжированной моркови, главное, ее очень-очень-очень, подчеркнуло, 13 воскресательных знаков поставило, очень обильно пролить, иначе дрожжение растворится, и морковь просто не взойдет. Но есть традиционные методы, это, скажем так, разреживание семян моркови при помощи каких-то инертных материалов. Что это может быть? Вот сюда обратимся. Чтобы посеять морковь пореже, можно воспользоваться самым традиционным методом. Берем морковь, в данном случае амстердамская, мы оставим ярлычок. У нас, кстати говоря, на наших пакетах спереди ярлычок, и сзади тоже есть ярлычок. Семена высыпаем в какую-нибудь емкость, в которую насыпан обычный речной песок. Смешивая семена моркови с песком, в соотношении примерно... Ну вот, если вы хотите пореже посеять, то 1 к 5 приблизительно. Если для прореживания последующего, то 1 к 3. Вот у нас тут где-то 1 к 5 приблизительно. Все, один вариант готов. У нас здесь будет амстердамская. Чтобы не потерять. Вот, это будет амстердамская. Следующий вариант. Можно воспользоваться вермикулитом. По мне, так это самый классный, хороший вариант. Берем также 1 к 5 или 1 к 3 вермикулит. Много чего-то получилось. Вот так пускай будет. И семена моркови. Тут пускай будет пармеладница. Дело в том, что вермикулит имеет размер и вес очень близкий к семенам моркови. Если песок, например, он совершенно другой по строению, он более мелкий, он более тяжелый, то вот семена моркови и вермикулит очень между собой похожи. Они даже здесь теряются, что их совершенно не видно. Но при этом они здесь хорошо размешиваются. Есть еще один вариант. Например, на моркови девочка-припевочка покажем вам. Для этого берем семена, высыпаем и туда же добавляем любой спитый, так называемый, чай. Еще один из самых популярных роликов, коротких у нас на странице, где мы показали, что смешали Иван-чай вместе с семенами моркови. И мы получили столько негатива, мы получили столько хейта, вы даже не представляете. Нам люди написали, «Ну и чего? У меня вся грядка Иван-чая взойдет, куда я его потом буду девать? Как я его буду прореживать?» Товарищи, чай обычно ферментированный, то есть он уже не жизнеспособен. Плюс чай чаще всего это листья, стебли, ветки, палки, цветы, но никак не семена. И Иван-чай собирается листьями, и Иван-чай из листьев точно уж не взойдет, тем более из сухих поджаренных листьев. У меня здесь какой-то травяной чай, причем который я пила вот час назад буквально. Он высох практически. А вот он по размеру точно такой же, как семена моркови. Вот даже опять же здесь семена потерялись, их не видно стало. Можно смешать с жмыхом от кофе. То есть здесь можно взять вообще все, что душе угодно, что у вас есть под рукой. В общем, берем любой инертный материал, смешиваем с семенами моркови. Вот вам три варианта. И приступаем к посеву. Идем сеять. И предпредфинально засыпаем. Рядки и очень хорошо их уплотняем. Потому что, еще раз вспоминаем, плотный контакт семян и земли дает нам более дружные, быстрые, сильные и более крепкие всходы. Поэтому берем, засыпаем и уплотняем. И так продолжаем со всеми рядками. Ну и еще хотела обратить внимание, что мы уже не проговорили, но так сделали. Мы досеяли четвертый рядок просто семенами, ничем их не прореживая, скажем так. И чтобы семена точно быстро и дружно взошли, их теперь необходимо пролить. И пролить их нужно большим объемом теплой воды. Чем она теплее будет в разумных пределах, тем, конечно же, будет лучше. Температура воды около 30 примерно градусов. Чуть теплее комнатная температура. Поэтому рассеиватель на лейку и вперед поливать грядку. Полив должен быть обильный. На один квадратный метр грядки должно уйти где-то примерно 4-5 литров воды. Семена должны хорошо намокнуть. И они должны хорошо начать и быстро набухать. А набухивание семян, набухание, конечно же, это первый этап прорастания семян. Поехали! И финальный штрих при посеве моркови это защита моркови от пересыхания. Особенно актуально будет для тех, кто приезжает, например, на дачу один раз в неделю. И не может в течение недели приезжать контролировать влажность почвы после посева моркови и любых других, на самом деле, сеянных семенами растений прямым способом сразу непосредственно в грунт. Для этого нам потребуется укровной материал. Лучше брать в данном случае уже укровной материал, а не пленку, чтобы он был воздухо-влагопроницаемый. Если укровной материал у вас двухсторонний, то кладите его наверх той стороной, которая шуршаленькая, которая такая матовая, а гладкой стороной вниз. Если он у вас, как в нашем случае, двухсторонний, он обычный, в обе стороны проницаемый, то без разницы, какой стороной. В один слой накрываем сверху укровным материалом, пришпиливаем шпильками или, например, чем-нибудь придавливаем, И тем самым мы защищаем наши всходы от пересыхания, тем самым стимулируем более дружное и быстрое прорастание. Вперед накрываем, мне тут нужны будут помощники, видимо. Поехали! Вуаля! На этом посев моркови окончен. Ее можно поливать прямо через укрывной материал, не бойтесь, он будет впитывать влагу, если вы положите правильной стороной. Ну и собственно все, ждем всходов. И такое маленькое экспресс-включение. Прошла ровно неделя с посевом моркови, было тепло, было очень влажно, у нас вчера шел дождь весь день. И вот такую красоту мы сейчас увидели, когда сняли укрытие с нашей моркови. Начали появляться всходы, местами очень густо. А здесь уже смотрите и делайте выводы, с чем лучше смешивать семена моркови, чтобы получить более редкие всходы. Но у нас все взошло. Чем холоднее почва, тем дольше будет сходить морковь, она может это делать до трех недель. Чем теплее почва, если например вы сеете ее в июне, тем соответственно быстрее она взойдет. Может зайти где-то примерно за 4-5 дней, может быть даже и на третий день, если вы ее простимулировали в горячей воде, в термосе, потом еще теплой водой попутно пролили. Спасибо большое за просмотр, обязательно оставайтесь с нами. Если ролик был полезен, напишите об этом в комментариях внизу под роликом. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok